Всем привет! Сегодня разберем еще один вид цветника это ракарий. Ракарий это декоративное сооружение из растений и камней, который преобразит ваш садовый участок. Он не обязательно должен быть маленьким, его размеры могут впечатлять. Растения желательно выбирать неприхотливые, чтобы сэкономить время на уходе и не переживать за них в зимнее время. Обычно в ракарии высаживают низкорослые сорта многолетних растений, кустарники и карликовые деревья. Классический вариант выглядит как композиция из нескольких кустарников, вписанных среди камней и дополненные папоротниками и травами. Иногда ракарии путают с альпийскими горками, но альпийская горка и альпинарий это возвышение, а ракарий это плоская композиция из камней. В отличие от клумб и обычных цветников, ракарии хорошо скрывают проблемные участки, но сначала нужно выбрать стиль ракария, от которого будет зависеть эстетичность. Несмотря на то, что внешне композиция выглядит сложной, на самом деле ее под силу сделать собственными руками. Какие есть преимущества ракария в саду? Во-первых, он смотрится естественно практически на любом участке. Во-вторых, ракарий способен украшать сад не только летом, но и зимой, при условии, что в нем будут расти зимостойкие растения. В-третьих, он прекрасно справляется с сорняками, наличие каменной мульчи не дает им прорастать. И в-четвертых, его несложно сделать самостоятельно. А сейчас давайте разберем стили ракариев. Первым рассмотрим европейский стиль. В такой ракарий не подойдут любые растения. Он отличается обилием почвопокровных растений, таких как чебрец, арабис, абриета, можжевельник, которые обеспечивают бурное цветение летом. Акцент же делают на дикорастущие цветы, которые могут менять вид композиции самым неожиданным образом. Также сажают многолетние сорта, вьющиеся растения и небольшие кустарники. Подбирают культуры, распространенные именно в данной местности. Но в плане выбора цветовой гаммы и форм ограничений нет. Следующим идет альпийский стиль. Его отличительной чертой является наличие острых камней горных пород и альпийских растений. Итальянский стиль характеризуется наличием растений хвойных видов и злаков. Этот стиль отличается особой изысканностью и изяществом. Композициям в этом стиле присущи плавные линии и округлые формы, а также обязательное наличие скульптурных шедевров и элементов из кованого железа. Английский стиль ракария основывается на высаживании хвойных растений. Здесь растений гораздо больше, но буйство красок не приветствуется. Ракарий выглядит сдержанным и естественным. Вечно зеленые хвойники дополняют злаковыми культурами, цветами и декоративной полынью. Камни используют любые. Японский стиль ракария – это умеренный и сдержанный стиль. Симметричные камни и дорожки занимают большую часть декора. Здесь важно подчеркнуть минимализм, строгость и геометрическую точность. Еще одно отличие японского стиля – это волнистые линии на насыпи. Растения в композициях вторичны, обычно высаживают декоративные хвойники и сорта с цветущими соцветиями пастельных оттенков. Зеленый цвет остается преобладающим. В ракарий хорошо вписываются буддистские статуи, саженцы в горшках и столики. Немецкий стиль ракария отличается точностью линий и камнями правильной формы. Фантазии тут не разгуляться. Все цветы высаживаются в строгую линию или квадратами. Камни подбираются шлифованные и приблизительно одного размера. Растения подбираются неприхотливые, которые будут расти и цвести даже при самых неблагоприятных условиях. И, конечно же, немецкий ракарий должен быть в идеальном порядке. Никаких сорняков и каждый камень должен быть на своем месте. И заключительный стиль ракария – это скандинавский. Участки в странах с суровым климатом часто украшают в этом стиле. Здесь для украшения используется небольшое количество растений. Причем преимущественно это низкорослые хвойные. А основной декор состоит из оригинальных камней, статуэток и различных дорожек, выложенных из небольших камешков. В зависимости от того, как создается ракарий, ему присваивается название. Предлагаю рассмотреть основные виды ракариев. Начнем с ракария каменистая горка. Это может быть насыпь на плоской местности или естественный пригорок. Каменистая горка не должна быть одна в саду. Она должна быть вписана в общую композицию сада, иначе это будет смотреться странно. Ее можно подчеркнуть мощением, соединением с водоемом, элементы могут повторяться и в другой части сада. Не нужно ее строить рядом с пышными цветниками или хозяйственными постройками. Эта композиция должна быть логически завязана с остальными элементами и не должна спорить с общей концепцией сада. Горный склон следующий вид ракария. Это более сложный вариант, который делают на крутых склонах. Создается он на естественном склоне участка или на холме. Эффектно смотрится на больших склонах. По всей площади размещают большие валуны, которые притягивают взгляд, а рядом сосны или можжевельники. Ракарий может выступать отдельной композицией или вписываться в общую картину ландшафта. Для этого вида ракария можно использовать любую неровность рельефа. Как правило, его периодически нужно укреплять. Далее идет такой вид ракария, как подпорная стенка. Он напоминает альпийскую горку, только задействует естественный рельеф. Сооружение выглядит как система подпорных стен, разных по форме, высоте и протяженности. Подпорная стенка подходит, когда участок неровный и нужно сделать террасирование, организовать беседки или зоны отдыха. Также стенка удерживает почву от осыпания. Ее оформляют различными камнями и высаживают растения. Она эффектно смотрится, так как дает постепенный переход от одного уровня к другому. Ракарий рядом с водоемом – следующий вид ракария. Если ваш участок слишком влажный или есть естественный прудик, то этот минус с помощью ракария можно превратить в плюс, оформив его в композицию с горками, камнями и растениями. Такой ракарий достаточно сложен в исполнении, так как нужно продумать дренаж, очищение водоема, подход к нему и завязать все в общую композицию. Еще один вид ракария в виде лестницы или дорожки. Он делается из больших каменных плит с гравийной отсыпкой и растениями между большими плитами. Смотрится эффектно в прогулочных зонах сада. Сухой ручей – еще один вид ракария. Такая композиция впечатляюще смотрится на склоне при использовании камней естественных форм. Можно использовать существующие неровности в виде траншей, рвов, можно самостоятельно выкопать русло и засыпать его гравийной отсыпкой, положить валуны, высадить растения и дополнить теми растениями, которые растут вдоль водоемов. Это очень декоративный ракарий, он замечательно смотрится и неприхотлив в уходе. И последний вид ракария – это горная долина. Его особенностью являются утопленные в почву камни. Между волнами могут проходить тропинки. Композицию размещают на пологих склонах и ровном месте. Общим фоном служит грунт, покрытый щебнем или мхом. А теперь обсудим растения, которые подходят для ракария. В ракарии главную роль играют камни, а растениям отведена второстепенная роль. Ракарий – это горная тема в миниатюре, поэтому надо выбирать неприхотливые, светолюбивые, стойкие к засухе горные растения. Высота растений должна быть соизмерима камням. Хорошо подходят низкорослые или стелющиеся растения – хвойники, кустарники, многолетние цветы и луковичные. Хвойные породы чаще всего дизайнеры представляют карликовыми туями, мини-кипарисами, можжевельником и сосной. Среди кустарников наиболее эффектно смотрятся жимолость, лопчатка, разнообразные сорта кизильника, барбарис и спиреи. При высаживании растений очень важно не мельчить и высаживать их группами, а не штучно. Также важно учитывать их сроки цветения. Нежелательно использовать в ракарии садовые растения, например, хосту, флоксы, петуньи. Они смотрятся крайне неорганично. В стоп-листе также агрессивные растения, которые слишком быстро разрастаются и начинают вытеснять соседей. Лиственные кустарники в ракарии лучше использовать ограниченно. Осенью за ними очень сложно выбирать опавшие листья. Первыми цветущими островками в ракарии весной станут нарциссы, тюльпаны, крокусы, примулы, лесная фиалка, мускари, пушкини и сциллы. Им на смену можно высадить сибирские ирисы, лилейники, камнеломки, колокольчики, гвоздику, арабис, цинерарии. Добавьте вечно зеленые декоративные мхи, седумы, очитки и карликовые папоротники. Травянистые сорта цветов типа гравилата, падана также добавляют ракарию элегантной природной небрежности. Из многолетников и злаков в ракарии отлично подойдет и берез, абриета, флокс шиловидный, эдельвейс альпийский, есколка, низкорослые колокольчики, очитки, молодила, камнеломки, армерия, тимьян, гвоздика, травянка, шаофей, котовник, астроальпийская, сеслерия и овсяница. Последовательность высадки растений в ракарии следующая. Вначале высаживают хвойные, потом кустарники и в конце цветы. Пожалуй, самые главные и важные элементы ракария это камни. Как же их правильно выбрать? Для создания ракария вам понадобится несколько действительно крупных камней. Один главный и несколько второстепенных. Главное не мельчить. Камни, которые девушка может поднять одной рукой, не подойдут. Они должны быть одной породы, с одного месторождения и в одной цветовой гамме и в единой форме. Колотые острые камни в одной композиции смотрятся плохо. Важно придерживаться единой тональности в выборе отсыпки. Если камни выбраны серые или бурые, то делаем близкую по цвету отсыпку и остаемся в холодных тонах. Если камни оранжево-красноватые, понадобится отсыпка в теплых тонах. Основные требования к камням. Во-первых, это естественность. Самые красивые ракарии это те, которые наиболее удачно имитируют природный ландшафт. Во-вторых, это прочность. Хороший камень для ракария должен быть долговечным. И в-третьих, камни должны быть однородными. Предпочтение отдается твердым породам. Базальту, порфиру, базальтовой лаве, туфу, известняку, щебню, граниту и песчанику. Более стильными выглядят композиции с камнями одной-двух пород и совпадают по цвету с общим ландшафтом. Как же правильно оформить ракарий? Прежде чем приступить к воплощению вашей идеи, создайте примерный план вашего каменного сада. Подумайте, какие породы камней, какие цветы и растения вы будете использовать и как все это равномерно расположить по площади. Далее, важно правильно выбрать место для ракария. Его размещают на ровной поверхности, независимо от того, выбрано место в тенистой части сада или в солнечной. Нужно понимать, какой рельеф у местности, уровень грунтовых вод и степень освещенности. Это те моменты, которые изменить невозможно, а значит их нужно учитывать и использовать оптимальным образом. При выборе места для камней стоит руководствоваться логикой. Если участок маленький, то скорее всего найти место для большого камня будет невозможно. Ракарий должен быть частью вашего ландшафта, логичным его продолжением. Внезапный островок на участке будет смотреться странно и неестественно. А место выбрать просто. Если ракарий с растениями, нужно хорошо освещенное место. Если это японский ракарий, где только камни и отсыпка, то его можно размещать на самых затененных местах участка, тем самым декорируя эти неудобные для озеленения места. А теперь давайте рассмотрим 6 шагов по созданию ракария. Первым шагом нужно снять дерн на глубину 15-20 см. Затем вся земля перекапывается, рыхлится, корни кустарников и деревьев удаляются. Вторым шагом будет обустройство дренажного слоя, в случае если ваш участок влажный. Дренаж укладывается толщиной от 15 см и засыпается толстым слоем крупного песка. Если дренажный слой не нужен, пропускайте этот пункт. Очень важно, если в вашей местности есть кроты и землеройки, обязательно закрыть основание будущего ракария мелкой и чистой металлической или пластиковой сеткой, так как они любят строить свои норки именно под камнями. Третьим шагом дно ракария застилается черным лутросилом или геотекстилем. Он будет служить преградой для сорняков, которые могут двигать камни и разрушать ракарий. На геотекстиль засыпается слой песка толщиной 5-10 см. Четвертым шагом засыпается грунт по проекту. Уровень насыпи зависит от того, высокий или низкий ракарий вы задумали. Далее максимально тщательно грунт нужно утрамбовать. Пятый шаг – это укладка камней. Их надо погрузить в землю не меньше, чем на половину высоты, чтобы обеспечить надежность конструкции. При укладке крупных камней или валунов желательно устроить фундамент из бетона на глубине 10-15 см. Это не даст тяжелым камням просесть. Затем между камнями понемногу насыпают грунт, приминая его руками. И, наконец, шестым шагом приступаем к высадке растений. Их место высадки должно быть заранее отмечено на вашем плане. В посадочную лунку к каждому растению можно добавить комплексные удобрения или, как минимум, укоренитель, например, корневин. Так они лучше приживутся на новом месте. После окончания всех работ ракарий требуется тщательно полить. Сочетание камней и растений – одно из самых красивейших сочетаний в природе. Ракарий – это прекрасное решение ландшафтного дизайна на садовом участке, который гармонично вписывается в рельеф и стиль дома. Каменный сад выражает индивидуальность хозяина, украшает территорию, приносит эстетическое наслаждение, радуя своим великолепием. Редактор субтитров А.Семкин